Приветствую, дорогие друзья! В этом видео я хочу разобрать обращение Гануна Диапа и указать на искажение Трехангельской Вести. На сайте Adventist News Network вышла статья за 16 октября 2021 года под названием «Изменяя наше исполненное страхом неверное понимание Трехангельской Вести». То есть наше понимание Трехангельской Вести неверное и оно переполнено страхом? Именно это и пытается утверждать Ганун Диап в своем видео, которое он направил на ежегодный совет Исполнительного Комитета Адвентийской Церкви, второго по величине руководящего органа деноминации. Обратите внимание, это не личное мнение какого-то отступившего служителя. Это речь официального представителя Генеральной Конференции, который выступает перед Церковным Исполнительным Комитетом. И он пытается изменить наше понимание Трехангельской Вести. Друзья, когда кто-то приходит к вам с подобными заявлениями, это уже должно вызывать у вас чувство тревоги и настороженности. Тем более, когда делает этот человек по уши погрязший в экуменизме. Ганун Диап является генеральным секретарем двух экуменических организаций – «Христианские мировые сообщества» и «Глобальный христианский форум». Мы рассматривали это уже не раз, да и сам он это не скрывает и говорит в интервью иезуитам. Диапа обучали католические священники Доминиканского ордена, предоставляя ему свои библиотеки и индуктринируя его католическим учением. Напоминаю вам, что Доминиканский орден – это организация, которая принимала активное участие в инквизиции. Ганун Диап дважды учился в католическом университете в Париже, университет, который подготавливал даже некоторых кардиналов католической церкви. Диап – это человек, который написал совместную книгу с иезуитами и заседал в главном иезуитском штабе, трудясь с ними над общими проектами. Друзья, все ссылки я оставлю в описании к этому видео. «Некоторые говорят, что мы должны творить добро, и неважно, с кем мы это делаем. Мы, по их мнению, обязаны сотрудничать с иезуитами, в общих проектах неся добро ближним. Но в книге «Великая борьба» открыты истинные намерения этого ордена и его цели. Более того, если Иисус является вашим примером, сотрудничал ли он с фарисеями, когда кормил голодных? Чтобы подтвердить свои ложные учения, Диап в своем 35-минутном видеообращении привел около 10 цитат духа пророчества, тем самым демонстрируя свою великую любовь к трудам Вестницы Божьей, полностью игнорируя те цитаты из того же источника, которые противоречат его ложному учению и осуждают его экуменическую деятельность. Послушайте, что пишет Вестница Божья. Апостол Павел заявляет, что дети Божьи не могут быть заодно с неверными. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Здесь имеется в виду не только супружеские связи, но и любые доверительные и партнерские взаимоотношения с теми, кто не любит Бога или истину. Ибо они есть сеть. Тем более и речи никакой быть не может о тесной дружбе и сотрудничестве в общих проектах и богослужениях с католической церквью. И иезуитским орденом в частности, который продвигает Ганун Диап. Возвращаемся к нашей статье. Диап предупредил зрителей о том, как принятие позиции страха может исказить адвентистскую теологию, эсхатологию и поведение, особенно вокруг таких горячих тем, как начертание зверя или печать Божья, приводя адвентистов к тому, что они станут нелюбящими и осуждающими. То есть, по мнению Диапа, если вы будете провозглашать весть предостережения, доверенную нам Господом, вы будете нелюбвеобильными и осуждающими. Кого, по мнению Диапа, мы перестанем любить и начнем осуждать? Те, кто путают будущее события с нынешней реальностью, отвергают отношения, например, с другими христианами, как ненужные и бесполезные. Они смотрят на христиан других конфессий, как на будущих врагов, как на людей, которые в будущем станут их врагами, и действуют так, как будто их судьба уже предрешена, и начертание зверя уже наложено на тех, кто не соблюдает Библейскую субботу. Это фундаментальное герминефтическое заблуждение затуманивает их представление о вере, надежде и любви. Это уже не первый раз Ганун Диап высказывает подобные мысли. Статья в Анвентист Ревью за 19 декабря 2019 года под названием «Истина о межцерковных и межрелигиозных отношениях». В этой статье 2019 года Ганун Диап высказывает те же самые мысли, что и в его видеообращении в этом году. Я цитирую. Непонимание адвентистской эсхатологии может привести к серьезным последствиям. Те, кто путает будущее события с нынешней реальностью, отвергают отношения с другими христианами, как ненужные и бесполезные. Они смотрят на других христиан, как на будущих врагов, и действуют так, как будто их судьба уже предрешена, и начертание зверя уже нанесено на тех, кто не соблюдает Библейскую субботу. Это фундаментальное герменевтическое заблуждение затуманивает их представление о вере, надежде и любви. Я еще раз обращаю ваше внимание, это слова Диапа из адвентистского журнала за 2019 год. То же самое Диап произнес в своем видеообращении в 2021 году, которое только что мы рассматривали. Обратите на это внимание, это четкий план адвентистского руководства, который из года в год продвигает те же самые идеи. По словам Диапа, если вы вдруг решите разоблачать лжеучения папства, если с Антихристом, как он, не захотите обниматься и совместно с иезуитами кормить голодных детей не пожелаете, все это потому, что вами руководит страх будущих преследований, который ведет вас к ненависти по отношению к христианам других конфессий. Вы, выбирая Божье поручение разоблачать агентов сатаны и их лжеучения, тем самым, по мнению Диапа, я цитирую, «разжигаете ненависть, становитесь клеветниками и обвинителями братьев». О каких братьях он говорит? В конце статьи Диап задает вопрос, живет ли в вашем сердце любовь Христа или ненависть дракона, которая и толкает вас, я цитирую, к возбуждению страстей ненависти, обвинений и осуждения против других братьев и сестер. Иисус Христос молился о единстве своих учеников. Это единство есть единство в Боге, единство в истине Божьей и единство в целях Бога. Конец цитаты. Диап считает представителей Вавилона своими братьями во Христе. И в этом единстве видит проявление Божьей любви. Те же, кто против, по его мнению, полны ненависти и страха. А теперь о софизмах. Католики переняли у древних греков всевозможные ораторские и полемические приемы. Одна из этих техник – это искажение позиции противника. Заключается эта ловушка в следующем. Введя дебаты с человеком, вы искажаете его позицию. И атакуете уже не истинное мировоззрение своего оппонента, а то ложное, которое вы ему и вменяете. Вторая ловушка заключается в принуждении собеседника к ложному выбору. Работает эта ловушка следующим образом. Задается вопрос, который предполагает два единственно возможных варианта. На самом деле их может быть огромное множество. Но задача оппонента – убедить вас, что есть только те варианты, которые он вам предлагает. Один вариант, который вам предлагают на выбор – это ваша позиция. И представляется этот вариант ужасным. Второй вариант представляется единственно приемлемым и более того правильным. Но это тот вариант, который как раз противоречит вашей позиции. Это именно то, что делает Диап. Он соединяет оба этих приема в одно целое. Диап предлагает вам, проповедующим трехангельскую весть, на выбор два варианта. И внушает вам, что их только два. Что есть только две группы людей. Первая группа, по мнению Диапа, – это люди, которые проповедуют трехангельскую весть. Они неверно толкуют библейские пророчества. Они применяют пророчества будущего к сегодняшним дням. И уверены, что уже сегодня в наши дни начертания зверя получили все те, кто не принял адвентийское учение. Эта группа, по мнению Диапа, ненавидит всех христиан, которые с ними не согласны. И якобы воздвигает стену разделения, вместо того, чтобы нести им Божью весть надежды. Второй вариант, который предлагает вам Диап – это его линия поведения. Быть дружелюбным и открытым ко всем христианам, отражая таким образом характер Христа. Обратите внимание на эту лукавую иезуитскую риторику, которые, по-видимому, его обучили в католических университетах. У вас, по мнению Диапа, только два выбора. Либо, образно говоря, лобызать Папу Франциско и возглавить экуменические организации, как это делает он. Либо же вы человеконенавистники и осуждаете людей за их религиозное воззрение. Но ловушка тут в том, что, во-первых, есть намного больше вариантов поведения, чем эти два, которые предоставляют нам Диап на выбор, а также в том, что он искажает позицию оппонентов. А как насчет третьего варианта, когда вы любите всех людей, но ваша любовь заключается не в сотрудничестве с людьми, ненавидящими истину Божию, и не в помощи в продвижении их планов, а в предостережении людей, идущих в погибель. Если вы не участвуете в экуменическом движении, не сотрудничаете с иезуитами, не жмете руку людям, которые ненавидят Христа, то, по мнению Диапа, вы неверно толкуете пророчество и являетесь человеконенавистником. Позвольте привести вам пример, который покажет безумие этой теории. Если вы адвентист седьмого дня, и ваш ребенок подойдет к вам и скажет «Мама, папа, я познакомился с исламом или с индуизмом, например, и решил принять это учение», что вы скажете своему ребенку в таком случае? Я думаю, что любой духовно здоровый родитель обязан объяснить, что ислам или индуизм – это ложное учение, хотя бы потому, что спасение в этих религиях достигается с помощью собственных дел. Если вы поговорите со своим ребенком и объясните ему, что он тем самым предает Христа, который искупил его, и что он идет в погибель, принимая вино Вавилона, является ли это с вашей стороны проявлением ненависти? А если ваш ребенок скажет «Я сделал свой выбор, пожалуйста, уважьте его». Мы семья, и поэтому я предлагаю вам раз в неделю делать совместное богослужение. Я буду кодить буди и одевать его. А вы будете молиться Христу. Главное, чтобы мы продолжали быть едиными в духе. Если вы не согласились на предложение своего чада и объяснили ему опасности, которые его предостерегают, отвергнув его предложение о экуменическом богослужении, что вы его ненавидите, что вы неверно толкуете библейские пророчества, путаете будущие события с нынешней реальностью и видите в своем ребенке врага, считая, что его судьба предрешена. Не безумие ли заявлять подобное? Но это именно то, что заявил Диаб. Вестница Божья говорит, что истинная любовь, я цитирую, в первую очередь стремится к славе Божьей и ко спасению душ. Те, у кого есть эта любовь, не будут уклоняться от истины, чтобы уберечь себя от неприятных последствий, ясных, прямых речей. Когда души в опасности, они не будут думать о себе, они не будут оправдывать или смягчать зло. Статья Диапа за девятнадцатый год. Его интервью иезуитам. Его видеообращение как руководителя церкви в 2021 году. Все это – звенья одной цепи. Как видите, это целенаправленное усилие со стороны руководства нашей церкви по изменению адвентистской вести, свести предостережения и призыва к покаянию, на весть слащавого сентиментализма и поддельной любви. Эти усилия продиктованы желанием закрыть рот трём ангелам, летящим посредине неба. Если вы пожелаете сотрудничать с этими ангелами, летящими посредине неба, то вы тем самым будете мешать адвентистскому руководству, которое стремится стать едиными со своими духовными братьями из Бавилона. Илья разоблачал отступление еврейского народа. Так же поступали и все пророки. Христос разоблачал же учителей и указывал на опасность от них исходящую. Лютер и другие реформаторы разоблачали папство. И это та же самая работа, которая поручена и нам. Так кто исполнил злобы? Тот, кто скрывает истину, данную нам Богом? Или тот, кто предостерегает об опасностях? Если Господь послал трёх ангелов, летящих посредине неба, которые разоблачают дьявола и Вавилон, то в чьих интересах заглушить эту весть? Людей, которые проповедуют истину, адвентистское руководство пытается представить как ненормальных отщепенцев и человеконенавистников, которые и адвентистами то не являются, потому как в их сердцах ненависть дракона. Но Бог поручил адвентистам провозглашать трёхангельскую весть. И истинным адвентистом является как раз тот, кто исполняет это поручение. Адвентисты же, которые отказываются от возможности сотрудничать с Господом в плане спасения человечества, являются адвентистами номинальными. То есть лишь называются адвентистами, но таковыми не являются. Представьте мать, которая молча смотрит, как её ребёнок бежит к автостраде, не желая обидеть его своими предостережениями. Хотели бы вы оказаться на месте этого ребёнка? Именно трёхангельская весть – это весть истинной любви, в которой так отчаянно сегодня нуждается человечество. И истинная любовь заключается в том, чтобы сотрудничать с Господом в проповеди этой вести предостережения. Вот что сказано в трудах Духа Пророчества. Весть третьего ангела. Истина для настоящего времени особая данная миру и именуемая трёхангельской вестью – бескрайнее поле, где сокрыты небесные сокровища. Никому не простительно говорить. Довольно с меня этих особых вестей. Я хочу проповедовать о Христе. Невозможно проповедовать о Христе и при этом не возвещать истин, которые надлежит передать своим современникам, когда происходят столь драматические события последних дней. Мир вам!